Яркие краски белых ночей. Самые активные юноши и девушки, а также лучшие выпускники школ округа собрались на молодежный бал. Он прошел в Наринмаре уже в четвертый раз. 300 самых активных и талантливых здесь в торжественной обстановке чествуют ярких и запоминающихся представителей молодежи этого года. За активное участие в жизни округа и различные достижения их наградили благодарственными письмами от администрации и собрания депутатов округа. Хочется пожелать, чтобы в следующем году у нас зал был совсем полный, и чтобы у нас была возможность пообщаться, обменяться своими мнениями, пожеланиями. И самое важное, будьте всегда такими же красивыми, счастливыми, очаровательными, обаятельными. Благодарственные письма получили шесть человек. Все они считают такую награду высокой. Иду к повышению самой себя, своей самооценки, своего самосознания. И я очень благодарна членам комиссии, которые так высоко оценили мою работу. Вроде бы казалось, это обычный документ, но на самом деле он меня подвигает еще больше творить что-то для округа. То есть, в принципе, любое... То есть, люди видят, что я работаю, что какие-то успехи есть, и для меня они очень приятные. Молодежный бал стал местом для встреч и общения. Здесь даже есть постоянные гости, которые приходят ежегодно. На мой взгляд, в нашем округе все условия для развития молодежи, и молодежного спорта, и вообще музыкальные, и все остальные возможности, они есть. То есть, есть инфраструктура, есть все для развития талантов каких-то молодежи. В этом году темой бала стали яркие краски белых ночей. Организаторы задействовали почти все площади культурно-делового центра. На первом этаже устроили фотосалон с бабочками и цветами. Лето у нас в этом году холодное. Хочется тепла, хочется ярких красок, хочется солнца, скажем так. И раз его нет на улице, мы решили его создать сами. Холл второго этажа превратили в танцпол. Для молодежи Ненецкого округа выступал лучший диджей Сочи-2014. Для тех, кто любит спокойный отдых, в кинозале устроили показ самых ярких номеров танцевального конкурса «Ритмы Арктики». А в Зимнем саду пел под гитару бард из Москвы.